Продолжение следует... 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 что, согласно критериям ЦИСТ-1.1, является прогрессированием. И, конечно же, после этого стал вопрос, чем же лечить пациента. Вот именно в этот момент он обратился в институт Герцена к нам. И в тот момент у нас был набор в исследовании, одно из исследований по применению комбинации лимотинибы с эверолимусом. И мы пациента решили включить в это исследование. Он по-прежнему был из группы промежуточного прогноза. В мае 2018 года мы пациента включили, и он начал получать терапию, двойную терапию тирозинокиназными и МТО-ингибиторами, это лимотинип и эверолимус. Продолжал эту терапию он в течение одного года. И наилучший ответ, которого удалось достигнуть на этой комбинации, был частичный ответ. Однако мы сами знаем, что эта комбинация достаточно токсичная, и частота регистрации нежелательных явлений 3-4 степени, она около 71%. И у нашего пациента, конечно, тоже были зарегистрированы ряд нежелательных явлений. Они появились в первые 3-6 месяцев, появлялись и исчезали в разные периоды. Но они представлены на слайде. Это диарея, ладоноподошный синдром, стоматит, слабость, наблюдалось снижение веса первой степени тяжести. Но, в общем, большинство побочных эффектов у данного пациента были первой степени тяжести, за исключением, пожалуй, паратентилярного абсцесса, который потребовал вскрытие. Через 3 месяца у пациента была зарегистрирована стабилизация. Мы с вами видим, что размеры образований, в частности, в почке с 9 см уменьшились до 6,5 см. Очаги в легких тоже несколько уменьшились. Через полгода на фоне комбинированной терапии была зарегистрирована частичная регрессия. Мы с вами видим, как поменялся не только размер опухолевых очагов, но обратите внимание, как на фоне таргетной терапии поменялось накопление препарата этими метастазами. Мы видим уже гиподенсные очаги по данным КТ. Вот здесь для сравнения через год лечения, как выглядела опухоль на начало лечения комбинации и, соответственно, через 12 месяцев. Был зарегистрирован частичный ответ, уменьшение на 40%. Мы видим хорошую динамику, но тем не менее, несмотря на такую хорошую динамику с уменьшением размеров, через год мы зарегистрировали прогрессирование. И это прогрессирование было связано с тем, что в контрлатеральной почке, у него тоже там были мелкие очаги, появилось три новых образования, которые были подтверждены по данным двух КТ. И в связи с появлением этих трех новых образований, конечно, пациента мы из исследований исключили. И вот тут стал вопрос, чем же его лечить, когда он получил уже на тот момент комбинацию лимотенима с эверолимусом. В этот момент как раз уже в России появился препарат Кабазентениб, о котором только что Борис Айкович докладывал. Превосходные результаты были получены в исследовании Метеор. И поэтому, конечно, мы совершенно не задумываясь, понимали, что наилучшая опция, которая может быть для данного пациента, это получение терапии Кабазентенибом. Он прекрасно подходил, но как раз относился к группе промежуточного прогноза. Мы сами видели, что в исследовании Метеор эти пациенты получили наибольшую пользу. Это благоприятный и промежуточный прогноз. Поэтому, конечно, мы этого пациента включили. В тот момент это была программа раннего доступа к препарату. В мае 2019 года мы его включили в эту программу, и он начал получать. И оказалось, что эффективность терапии Кабазентенибом для этого пациента была наилучшей среди других опций, которые он получил. Вы видите, что продолжительность лечения составила 23 месяца. Наилучший ответ, правда, в данном случае для этого препарата у него была стабилизация. Из нежелательных явлений к тем имеющимся ранее на комбинации Лимотенибе с Аверолимусом, в принципе, добавилось только эпизодические головные боли, не требующие дополнительного лечения. И пациент пожаловался на изменение цвета волос и иногда выпадение волос. Соответственно, вот здесь тоже можно видеть динамику. Видите, что на момент назначения Кабазентениба опухоль у него была уже по сравнению с началом лечения, напомню, она была около 9 см. Вот на момент начала терапии Кабазентенибом она была 45 мм. Через 3 месяца мы с вами видим стабилизацию. Размер приблизительно такой же. Очаг в легком несколько уменьшился через 3 месяца. Ну вот здесь дальнейшая динамика по КТ, вы видите, те же очаги имеются, новые не появляются. Вот, кстати, очаг в печени, вы помните, он был в 2 раза больше, а сейчас на фоне Кабазентенибом он составил, ее размер составил 22 мм через полгода. Здесь вот дальнейшая динамика, также мы видим, в общем-то, стабильная картина у пациента. Ну и вот для того, чтобы напомнить, с чего мы начинали этот больной, да, и мы не выполняли палеотимную нефальктомию, и опухоль была достаточно большая. Но на третьей линии Кабазентенибом через год, посмотрите, образование гиподенсное, не так эффективно, не так мощно копит контрастный препарат. И более того, оно уменьшилось в 2 раза. То же самое касается и других очагов. Мы с вами видим выраженную позитивную динамику на новых терзинкеназных ингибиторах, в частности на Кабазентенибе. Ну вот здесь представлена динамика согласно критериям МЦИСТ-1.1. Мы с вами видим, что у этого пациента частичного ответа не было достигнуто, но он был достигнут на предшествующих линиях терапии. И вот тут вопрос всегда, Борис Ильич, нужно ли нам достигать всем больным вот этих частичных ответов? Или может быть действительно иногда достаточно, чтобы пациент хорошо переносил лечение без признаков заболевания и при этом жил долго, не прогрессировал? Вот я иногда смотрю на пациентов и понимаю, что в некоторых случаях стараться достичь вот этих сумасшедших объективных, иногда даже полных ответов, это невозможно, да и не нужно. Особенно пожилым пациентам не стоит этого делать. Так вот, если говорить про рутинную практику, то данный пациент, когда закончилась эта программа раннего доступа, столкнулся с некоторой проблемой в обеспечении препаратом по месту жительства. И поэтому в течение двух месяцев, вот с февраля 2020 года до апреля, он не получал терапию к абазентенибам. И вот иногда кажется, что да, действительно, вроде бы как такое почти излечение, пациенты хорошо ответили на терапию. Но вот видите, размеры очагов в отсутствии блока терозинкеназными препаратами, как влияет на наших пациентов? Метастаз в правой почке, который был с 44 мм, сразу же увеличился до 53 мм, а метастаз в печени с 23 мм сразу же увеличился в 2,5 раза до 57 мм. То есть мы не можем это менять нашим пациентам, даже несмотря на то, что они получили хороший ответ на терапию. Они должны получать ее дальше. Ну, далее пациент, естественно, получил препарат. Да, и вот динамика на лечении к абазентенибам представлена на данном слайде. Видите, вот эту красную, я специально выделил тот период, когда пациент вынужденно не получал терапию в течение двух месяцев. В этот период у него на 40% увеличились измеряемые очаги. Но, что самое интересное, новых очагов у него не появилось. И он продолжил терапию к абазентенибам. И видите, еще целый год после этой прогрессии, в отсутствии препарата, пациент получал дальше к абазентениб с эффектом, с стабилизацией. И вот уже в апреле 2021 года, тогда уже была зарегистрирована прогрессия. И прогрессия была связана с тем, что у пациента появился болевой синдром в пояснице. Он обратился для обследования. И у него были выявлены костные метастазы. В частности, видите, здесь вот в позвоночнике метастаз с разрушением четвертого поясничного позвонка. Конечно же, в этот момент стал вопрос, что терапию мы должны прекратить. Назначить другую опцию. Борис Айвич, вот такому пациенту вы бы что рекомендовали? Получил две линии высокоэффективной терапии. Вивотениб, виролимус, кабазентениб. Почему две? Три? Три, да. Ну, я думаю, что биоцинумаб с интерфероном, учитывая современные комбинации, это уже такая... Ну, левая линия пусть будет. Да. Но, слушайте, все-таки три линии таргетной терапии, поэтому, конечно, такому пациенту имеет смысл переключиться на иммунотерапию, назначить неволомаб. Вот вы сказали, что вы не задумывались после левая линии баса и виролимусом, а я не понял, почему вы не задумывались-то? И в тот момент можно было неволомаб назначить? Можно, можно. Но был быстрый доступ к абазотенибу, поэтому мы реализовали его. А сейчас уже думать действительно не надо, неволомаб. Мы с вами абсолютно солидарны, Борис Альфович. Я ровно так же и поступил. И мы назначили в мае 2021 года терапию неволомабом данному пациенту. Но вы видите, что динамика измеряемых очагов, которые наблюдались в тот период, в первые 2-3 месяца на фоне терапии неволомабом наблюдалось увеличение на 12% в размерах измеряемых очагов суммы. Последующие 3 месяца наблюдалось уменьшение. Видите, размер суммы измеряемых очагов, она была очень высокой. 25 см – это только те 5 очагов, за которыми мы наблюдали. Но, как вы видели, у пациента была масса и других очагов. То есть суммарная опухолевая масса, она достаточно критичная у него. И тем не менее, он отвечал в четвертой линии, вот уже на терапию неволомабом и прекрасно отвечал до этого на терапию к абазотенибам. Вот последнее исследование, которое пациент сделал, было в феврале 2021 года. И, к сожалению, в последующем пациент в январе, в середине января, он заболел ковидом. И в итоге, в конце января 2022 года, он погиб от ковида. Вот интересный такой пациент, который получил 4 линии терапии. Вот видите, его судьба как раз представлена на данном слайде. С 2017 года, с июля, он получил сначала 3 линии терзинкиназных препаратов. И причем, обратите внимание, кабазотениб был использован в третьей линии. Но посмотрите, какой ответ. 23 месяца выживаемость без прогрессирования. Я думаю, что если бы он получил вот эту комбинацию, неволомаб с кабазотенибом в первой линии, возможно, он еще продолжал бы лечение, как мы с вами видели из исследований Чекмэй-9-ИАР. Но в целом, выживаемость пациента составила 4,5 года. И мы видим прекрасный ответ на терапию кабазотенибом. Спасибо за внимание. Алексей Сергеевич, как он переносил кабазотениб? Кабазотениб он переносил, значит, у него в момент назначения терапии кабазотенибом первые 3-6 месяцев наблюдались типичные для этой группы препаратов побочные эффекты. Это диарея, стоматит, водоноподошный синдром. Но это наблюдалось в первые сутки. Удивительно то, что я вот готовясь к этому докладу. Первые месяцы? Первые месяцы, конечно. Я, когда готовился к этому докладу, конечно, поднял переписку с пациентом. Там достаточно активная супруга, которая писала мне по 40 писем. И каждый раз он начинал... Такую переписку надо удалять безвозвратно, вовремя. Что делать? До того, как придут. Тем не менее, супруга пациента всегда обращала внимание прежде всего на то, что пациент сохраняет нормальный образ жизни. Что он ходит на работу, что он гуляет с собакой и не чувствует признаков заболевания. Вот что было важно. Это всегда меня... Знаете, мы всегда смотрим на размеры очагов, а для пациентов важна порой именно другая составляющая их жизни. Чтобы они никак не страдали от проявлений болезни или от той терапии, которую мы назначаем. Вот в данном случае пациент при назначении терапии к абазентенибам, он чувствовал себя совершенно нормальным человеком и вел обычный образ жизни. Но токсичность была. Первые месяцы дали он переносил без токсичности. Ведь я это почему еще спрашиваю, потому что мы же с вами знаем, что токсичность, она коррелирует с результатами, с эффективностью. Абсолютно верно. Коллеги, кто-нибудь еще хотел бы задать вопрос Алексею Сергеевичу? Добрый вечер. Не совсем уловила момент, когда вы рассказывали, что у него в контрлатеральной почке было три очага. И на какой стадии терапии, то есть на каких препаратах эти три очага ушли? Потому что в дальнейшем вы про них никак не говорили, нигде не фигурировали они. У пациента было большое количество очагов. Те очаги, которые имелись у него в контрлатеральной левой почке, они были маленькие. Изначально их размер был около 5 мм. Там было несколько очагов, за которыми мы тоже наблюдали, но они относились к неизмеряемым, так называемым. Потому что по критериям лицис мы отбираем 5 наиболее крупных очагов. И я вот специально продемонстрировал те очаги, за которыми мы наблюдали. И которые учитывали при ответе на терапию. Очаги в левой почке всегда у него были. Но в процессе терапии на второй линии левотенибом с неверолимусом у него появились три новых. Плюс к имеющимся. На тех категраммах, которые я показывал, там было видно периодически, что есть эти очаги. Но появились три новых очага и те, что были до этого 5 мм, они стали увеличиваться. Поэтому на фоне того, что измеряемые очаги сохранялся хороший контроль, но появилось три новых очага, конечно, мы терапию вынуждены были поменять. И поменяли как раз на кабазентениб, который достаточно эффективно сдерживал прогрессирование, в том числе и первичную опухоль в левой почке. Но они не ушли, они не регрессировали. Они не ушли, они оставались. Первичная опухоль почти ни на каком из видов терапии не уходит. Это особенность рака почки. Метастазы могут исчезать, первичная опухоль почти никогда. Уменьшаться – да, исчезать – нет. Ну, я не знаю, Борисович, может быть, вы видели такие? Нет, нет, никогда. Пожалуйста. Хотелось бы узнать, а раз не рассматривали вопрос с этой редукцией, то есть нефритамицей, видите, не справа. Я вот акцентирую внимание на том, что пациент к нам обратился уже в момент прогрессии после первой линии терапии. И у меня тоже возник вопрос, почему же не сделали цитаредукцию? Вроде бы он такого промежуточного прогноза, все это выполнимо. Но когда я увидел его КТ-граммы, где метастаз на тот момент, метастаз в печени был 4,5 см и имелся опухолевый тромб в воротной вене, я, в общем-то, в принципе, также придерживался той же тактики, что смысла в удалении одного из очагов, ну, конкретно первичной опухоли в почке, не имела никакого смысла. Потому что у него имелись большие очаги, прежде всего, в печени с формированием опухолевого тромба. И не думаю, что кто-то пошел бы на эту операцию, она абсолютно бессмысленна. Тем более, у него была прогрессия, когда он к нам обратился, а это противопоказание. Никакого смысла в этом нет. Основной эффект пациент получит в виде прибавки выживаемости именно за счет назначения лекарственной терапии. А в данном случае, я думаю, что вы взяли у этого больного на цитаредукцию? Если бы в начале лечения, не знаю, можно было рассмотреть. Если бы до лечения системного. Но вопрос в том, что сегодня нет четких выказаний к цитаредуктивной нефректомии. У этого больного не очень большая была, по-моему, опухоль первичная. Нет, 9 сантиметров в правой почке, да, большая. Но и метастаз был большой, 4,5 сантиметра, плюс опухолевый тромб в воротной вене. То есть такой он не очень. Сложный вопрос, еще раз говорю, однозначных рекомендаций нет. Я бы все-таки у больных благоприятного, особенно прогноза, конечно, и промежуточного прогноза, большинство все-таки рассматривал бы вопрос. То есть, ну, выполнял бы цитаредуктивную нефректомию. Но, конечно, в тех случаях, когда мы не теряем время до начала системной терапии, учитывая, что у него был достаточно действительно большой метастаз печени с инвазией в воротной вены, наверное, ему лучше было бы, конечно, действительно начинать с системного лечения, что и показало ваше наблюдение. Есть еще вопросы, коллеги? Спасибо большое за интересный такой случай. И все-таки судьба опухолевого тромба. Опухолевый тромб у него уменьшился, он, конечно, никуда не исчез. Размер метастазов печени с 4,5 до 22 мм доходил. Опухолевый тромб там как был, так и есть. Но, фактически, это участок метастаза, который врастал в... Но это не тромб, я думаю, это врастание в стенку воротной вены. Ну, да. Это не тромб. Чаще всего это врастание в стенку воротной вены с формированием опухолевой массы в просвете воротной вены. Это не эмбологенные тромбы. Очень интересный доклад. Это ваше мнение. Борис Яковлевич, а как бы Вы поступили изначально, если к Вам попал бы такой пациент? В 2017 году или в настоящее время, я бы уточнил. Если бы сейчас, у него, значит, промежуточный прогноз, да? Да, у него анемия и сразу метастазы были выявлены, первичные и эстетические. Я бы назначил ему иммуно-таргетную комбинацию. Конечно. Иммуно-таргетную, чтобы побыстрее достичь эффекта и эффекта более длительного. Я тоже. В настоящее время как раз вот две последних линии, они прямо напрашиваются, что их нужно было объединить. Ну, заключительный вопрос. Он вакцинировался от ковида? Хороший вопрос. Вакцинировался, Борис Яковлевич. Но это было в 2020 году, а умер он в 2022. Вот. Спасибо, Алексей Сергеевич. Аплодисменты.